Избавиться от долгов в жизни, а также от неприятностей можно, если человек носит зелёные носки. Поэтому, если человек одевает зелёные носки, он избавляется от неприятностей. Причём, чем выше голенища зелёных носков, тем больше у человека шансов быть более успешным в жизни. Поэтому носите зелёные носки. У меня не получается зарабатывать деньги. Носи зелёные носки. Я говорю это серьёзно. Носи зелёные носки. У меня не получается влюбиться. Носи зелёную майку. Ходи в зелёном свете, а также делай так, чтобы облучаться в зелёном свете. Я вам говорю, это решение очень быстро приводит человека к тому, что он в жизни решает все свои вопросы. То есть становится богаче, появляется материальное благополучие и так далее. В зелёном освещении человек начинает себя чувствовать легче и боль исчезает. Когда у вас заболит зуб, приложите к щеке зелёную тряпочку. После этого на протяжении одного часа боль исчезнет. Быстрее даже, за 20 минут. Лечит. Вы должны знать, если вы пьёте из зелёного стакана, то тогда вы поумнеете. И ваша жизнь будет очень хорошая. Самое лучшее для материального благополучия – это пить из зелёного стакана. Наливайте в чашку зелёного цвета. И после этого наливайте воду холодную, она чуть-чуть стоит и начинаете. Один из элементов влияния заключается в том, что человек находится в таком энергетическом пространстве, где определённые энергии постоянно держат его за ноги. Это энергии Грегоров, энергии чьих-то мыслей, образов и так далее. Это находится слоем над землёй. Так вот, данные системы, они мешают человеку вырваться и жить счастливо. Данные системы больше всего боятся зелёного света или зелёного цвета. Не напрасно в странах ислама очень часто можно встретить свечение зелёного света и так далее. Очень не напрасно. Плохие энергии. Если человек болеет, это не я придумал. Если человек болеет и ему очень больно, достаточно этому человеку получать зелёное освещение. В зелёном освещении человек начинает себя чувствовать легче и боль исчезает.